Добрый день! Мы начинаем новый урок школы покера. Отмечу лишь, что в предыдущих уроках мы уже прошли такие понятия, как вероятности в покере, разобрали стартовые руки, пригодные для игры, поговорили о типах игроков, о шансах банка, прошли розыгрыш старших пар, средних пар и младших пар, оверкарты одномастных связок, поразбирались в арсенале технических приемов розыгрыша, проговорили философию флопа Терна и Ривера, прошли такую важную вещь, как фундаментальную теорему покера. А сегодня тема нашего урока – такой прием, как рейс. Разберем его достаточно подробно. И теперь я хочу пригласить к столу своих студентов. Здравствуйте. Сегодня тема нашего урока – рейс, как прием в игре. Мы много раз уже эти рейсы проходили, делали сами, делали очень большие рейсы, часто успешно. Я приготовил статью Майка Каро к нашему занятию, где он говорит «Стоп, объясните мне, почему вы делаете ставку». На самом деле Майк Каро – один из моих любимых покерных авторитетов, имеет прозвище «Безумный гений покера» – «Med Genius of Poker». Он ведет свой сайт, он занимается статистикой, математикой, характерными манерами поведения. Ему принадлежит авторство книги «Покер Телс» и одноименного фильма, которому мы посвятим специальный отдельный урок. Ну, вот такая тема. Почему вы делаете ставку? Он говорит, я не пытаюсь поставить вас в затруднительное положение или представить вас в руках. Я просто хочу вас спросить, понимаете ли вы, то есть расскажите мне, если вы делаете ставку, то зачем, какие вы преследуете цели? Чтобы стяг побольше был. Вот, прекрасный ответ. Но это только одна из причин. То есть он говорит, что мне хочется, чтобы вы, делая ставку, понимали, какую вы преследуете цель. Если руки сами потянулись к фишкам, скажите без стоп и попытайтесь дать какое-то объяснение, какую я хочу сделать ставку и с какой целью. Сам я, говорит Майк Каро, могу назвать, ну, по крайней мере, семь причин, по которым я эту ставку делаю. Первый, который, Катя сказала сразу же, хочу сделать банк побольше, чтобы увеличить свой выигрыш. Это одна наиболее частая задача. Вторая причина. Надеюсь, что прямо сейчас я смогу забрать банк, который сформировался до этого. Ну, например, когда вы блефуете. Вы же не хотите сделать побольше банк, потому что вам нечего показать, вы не выиграете. Это, как бы, вторая причина. Может быть, я получу какое-то преимущество, выбив каких-то игроков из банка. Третья причина. Возможно, моему оппоненту, для того, чтобы побить мою руку, нужно улучшиться. И я не хочу, чтобы он покупал эту карту бесплатно. И следующая причина. Если я сейчас сделаю ставку, а получу преимущество на следующих кругах торговли. Ну, например, помните, полублев. Мы делаем ставку с рейзом, например, после ставки оппонента. Либо мы сразу выиграем. Это одна из возможных наших выгод. Либо, если он калирует, он потом на следующей улице говорит чек. И у нас есть преимущество. Мы можем бесплатно эту карту посмотреть. Можем дать, если захотим. То есть у нас есть некая свобода выбора. А может быть, эта ставка будет способствовать формированию моего имиджа за столом. Ну, например, Катя уже сформировала в нашем кругу имидж человека, который всегда нападает и всегда имеет лучшую карту. И надо сказать, она достигла некоторых результатов. То есть эти ваши ставки, они имеют долгосрочную перспективу. То есть вы уже получили от них какой-то плюс. И этот ваш имидж продолжает действовать и приносить вам дивиденды дальше. Да. То есть, как вы сказали, первое я работала на мой имидж, а теперь он на меня работает. Теперь имидж работает на вас, да. Можно сказать, что уже у вас большая армия наемных работников. У вас несколько имиджей трудятся на вас, не подкладая рук. Ну, и седьмая причина. Считается, что лучше всегда делать ставку самому, чем чековать или калировать. Ну, я позволю себе просто процитировать во многом Майка Коро. Он говорит, список этот тщательно продуман. Конечно, вы можете что-то добавить, но почти все, что вы добавите, либо попадет под одну из этих семи категорий, либо станет несущественным. И он вспоминает случай, как однажды один из его приятелей, профессиональный игрок по имени Арт, когда посмеялся немножко над ним, так его снисходительно-дружески похлопал по плечу и говорит, «Старина, я, говорит, делаю ставку просто потому, что у меня лучшая рука». Но Коро возразил, что то, что у тебя лучшая рука, это не причина, это некий критерий, по которому ты решаешь. Потому что на лучшей руке не всегда следует делать ставку. Например, если, как помните, у нас было каре сразу на флопе, мы сказали чек. Потому что мы преследуем цель выиграть как можно больше фишек. И в данной ситуации ставка только бы нам помешала, потому что все бы выкинули. А мы знаем, что у нас такая рука, которую уже трудно будет перебить. И мы хотим, чтобы кто-то что-то купил. Мы даем им возможность купить бесплатную карту. Потому что основная цель, которую мы преследуем в покере, это выигрыш. А лучшей рукой мы это выиграли или не лучшей, никого не интересует. Нам хочется... Кстати говоря, одна из возможных статей дохода – это не проигрыш. Например, если у вас есть какая-то сумма, там 100 рублей, и сейчас надо сделать ставку 15 рублей, а вы подумали, что, может быть, у меня рука не лучшая, и выбросили ее в пас, вы получили 15 рублей прибыли. Потому что если бы сейчас поставили 15 и проиграли, у вас бы осталось только 85. А так вы сохранили 100, и вполне можете записать эти 15 в статью дохода. Вы сделали очень выгодную ставку паса. Выгодную заявку, выгодный ход в игре. Вот, кстати говоря, я думаю, что очень многим игрокам в покер этот совет был бы полезен, потому что они разбрасывают такое количество денег своей вот этой лузовой игрой, когда они всегда хотят посмотреть на флоп, человек делает рейс там на двух тузах, они на 7-8 или на какой-то карте идут. Да, Макс? Да, я согласен. Это очень важное правило, когда проигрывать, когда у нас худшие карты, и выигрывать, когда у нас лучшие, как можно больше. Многие игроки просто умеют хорошо разыгрывать худшую карту или лучшую, но уметь эти две вещи действительно сложно, нужно это все понимать. Я считаю, они равны 1-2. Да, так вот, поэтому, говорит, главная причина наших действий – это получение прибыли. Вы можете иметь лучшую руку и предпочтете не делать ставку, потому что вы получите больше денег, чекуя, а потом делая рейс. Или, наоборот, чекуя и калируя ставку ваших оппонентов, которые, как вы точно знаете, имеют худшую, чем вы, руку, если у вас карет. И у вас совершенно нет никакой идеи взять и вытеснить его из банка, сыграв большой рейс или поставив огонь. И вот если вы сбрасываете, когда у вас хуже, вы можете считать, что это та же самая прибыль. И люди, которые играют долго, ну вот, например, если вы играете 30 раздач в час в клубе, а в интернете еще значительно больше, если вы будете в половине тех сдач, когда вы заходите экономить, например, ну, не знаю, по одному доллару, это даст вам дополнительную прибыль, 15 долларов в час, то есть после шестичасовой игры у вас образуются 90 долларов, которые вы не проиграли. А это достаточно, то есть это хороший рабочий день. Каждое покерное действие, если только ситуация не полностью равна, направлена на получение какой-то выгоды. Поэтому мы всегда думаем, что мы хотим. То ли изолировать оппонента и остаться с ним один на один. И тогда делаем рейс на двух тузах, оставляя одного. Я хочу некоторые вещи продемонстрировать вот с помощью калькулятора Покер Студио. Поставим ему на одну руку два туза, а на другие руки, ну, какие-то случайные карты. Пускай там будет, ну, не знаю, 100% возможных рук. Вот, например, у нас всего 10 игроков. Если мы посмотрим, сколько у нас 31% на выигрыш, а то есть 70%, что мы проиграем, и 30% только, что мы выиграем. Если мы в этот момент делаем рейс, и какие-то игроки выбрасывают свои карты, то есть вот мы, допустим, нам удалось выгнать восьмерых и остаться только с одним оппонентом, с какой-то рукой, то против него мы будем иметь 85%. То есть эту ставку мы сделали не для того, чтобы увеличить банк, а для того, чтобы изолировать оппонента. Да? Возьмем какой-нибудь другой пример. Например, положим какие-то, ну, совершенно конкретные руки. Например, у нас будет, скажем, на одной руке против нас играть там валет 10, на другой руке пускай будет там какие-нибудь, ну, не знаю, две дамы, например, а на третьей руке какие-то случайные, ну, там, не знаю, 7-8 одномастные. Вот, и просто, чтобы вы представляли, в этой ситуации у нас 51%. Вот. Теперь представьте, что мы своим рейзом заставили выкинуть только одного из них, 7-8, которые имеют 18%. Вот они могли бы выиграть, когда откроется флоп, 18% случаев. Если мы только одного из них удаляем с поля боя, то он уже не претендует на банк, и мы его 18% просто делим между собой. Оставшиеся. То есть вы, как минимум, получаете от этого одну треть. Но поскольку у вас комбинация сильнее, чем у других, вы получаете больше, чем одну треть. Если вам удастся выбить двоих таких, например, валет 10 тоже заставите выкинуть, делаете крупнее ставку, останутся только две дамы, вот. То вы сразу получите, у вас будет преимущество 82% против 18%. Думаю, если это учитывать какая-то игра, кеш-игра или турнир, потому что в кеш-игре очевидно, что нам лучше иметь даже 40% против 7 игроков в Волыне, чем против 1-90%. Хотя мы редче выиграем этот Волын, но мы выиграем банк в 6-7 раз больше. Если в турнире нам часто не нужно это сравнение, мы просто умеем игрой выигрывать, и поэтому нам лучше против одного-двух игроков ходить в банк. Ну, я хотел бы, это как бы правильное соображение, но я хотел небольшое сделать дополнение. Когда в банке остаются 7 человек, то я бы тоже был бы не против пойти в Волын, потому что мой Волын увеличится в 7 раз, мой стэк, если пойдут все семеро. Но в том-то и беда, что мы думаем, что мы, оставляя много народу, увеличиваем от ожидания за счет числа игроков, но, как правило, это бывает ошибкой, потому что, если я зайду к Олуму на двух тузах, и будет 7 человек, то в дальнейшем мне все равно придется играть только с одним. Но не со случайным одним, а с тем из семи, который собрал на столе лучшую комбинацию. И очень часто, я уже заранее на флопе буду сзади, то есть это будет или готовый стрит, или будет две пары, или какой-нибудь пара и заготовка на стрит, или на флеш, потому что все эти люди не будут мне платить. Я думаю, это правило, чтобы не упускать, смотреть три карты многим игрокам. А если просто перед вскрытием, то мы можем спокойно идти вал-ин против многих игроков с карты два туза. Но если мы дойдем, оппоненты выйдут на 7-8, средние карты валят 6, то они часто поймают один с ними, почти там 80%, и будем позади. Поэтому лучше делать большой рейз и играть против двух-трех игроков. Если кто-то поставил, спокойно идти вал-ин и не бояться. Это когда у тебя как два игрока или три осталось, да? Чем меньше, чтобы уходило смотреть. Чем меньше, тем лучше вам. То есть вы не хотите выгнать всех, но если банк уже какой-то есть, то пусть даже и все уйдут, вы заберете этот банк. А если кто-то останется бороться с вами, то каждый следующий игрок имеет какие-то свои проценты в этом банке. По вероятности. Вот эти доллары скланские, по фундаментальной теореме, у него там есть. Вот в данном случае против двух тузов, двух дам и валят 10, у карты 7-8 было в свои честных 18%, не так уж и мало. Если мы его удаляем, элиминируем, доставляем сказать пас, то эти 18% его вероятности достаются нам. Понятно, да? Некоторые из семи этих причин требуют уточнения. Например, третий пункт, а третий, это как раз, он говорит про выбивание каких-то людей, изоляцию. Эта причина требует уточнения, потому что он может оказаться опасным мотивом, особенно для новичка. Потому что выбить игроков из банка, проще сказать, чем сделать, мы же заранее не знаем, выкинут они или нет. Часто может получиться так, что мы, допустим, мы рассматриваем, что может быть у нас не лучшая рука. Например, бывают такие ситуации, что у нас, например, 40%, там, ну не знаю, у Володи 40%, а у вас 20%. Или лучше не так, у вас 40%, а у Володи 20%. Так будет более пошло на правду. И даже наши с вами проценты не 40 на 40, а, например, у вас немножко хуже, например, у вас 35, а у меня 45. Но вы примерно представляете, что у нас с вами такая хорошая карта, что мы, наверное, оба пойдем вулын, вот, так и так. А Володя нам со своими 20% особо не нужен. И вы на ранней стадии делаете рейс, вытесняете его из банана, например, на флопе, у него есть там он за что-то за 20%. Он может выиграть, у него есть свои 20%. Но если я сделал первую ставку, вы собираетесь скалировать, думаете, зачем мне Володю? Вы делаете рейс, и Володе попадает в трудную ситуацию. Он бы, может быть, скалировал, если бы вы сказали кол. Но, во-первых, вы ставите больше, ему уже дороже это платить. А, во-вторых, он не знает, что будет делать я. Может быть, я сразу пойду вулын. И он на всякий случай выбрасывает. Вы, сделав небольшое повышение ставки, вы добиваетесь того, что он покинул поле боя и даром отдал нам вот эти свои 20%. И у вас стало не 45 уже, а 55, а у меня не 35, а 45. То есть, вы сделали действия, выгодные нам обоим. Единственное, что это нужно, ну, не иметь некоторый опыт, чтобы понимать, выкинет он или не выкинет, вы немножко сзади, сколько это повышение. Саня не становится в опасной ситуации, может быть, я сейчас повыше, и вам придется выбросить. поэтому там не все так гладко, но основная идея должна быть понятна, мы можем изолировать. Подобно этому, причины 5,6 трудны для быстрого восприятия. 5,6 это, сделав ставку, прямо сейчас я получу преимущество на последующих кругах торговли, но это для новичков, мы-то уже не совсем новички, мы прошли половину пути в наших занятиях, и мы уже хорошо знаем такие примеры, как приемы, как полублев, когда вы действительно реально получаете преимущество на следующих кругах торговли, в виде бесплатной карты и так далее. А шестая причина, эта ставка будет способствовать формированию моего имиджа, но это уж мы совсем хорошо знаем, потому что этот имидж все лучше и лучше работает на нас. И эксперты это оружие используют очень часто и с большим успехом, судя по тому, что и мы уже используем его часто и с очень большим успехом, мы тоже уже приближаемся к этой группе экспертов. И седьмая причина по майку Каро заключается в следующем. Лучше сделать ставку, чем чековать и калировать. Это, как правило, важная причина, но только если, первое, ваш оппонент не блефует постоянно, если оппонент постоянно блефует, то гораздо лучше отдавать ему инициативу и играть чек, тогда он будет ставить, а мы будем просто калировать. В этом случае выгоднее играть чек и потом кол, чем самому ставить и он будет выкидывать, например. Поэтому общее правило, что лучше ставить, а если обнаружился такой блефовщик постоянный, то, наверное, лучше его подождать. Вторая причина, вы совершенно уверены, что ваш оппонент ответит со слабой рукой и третий, ваш оппонент сам будет ставить, вынуждая вас отвечать. Если эти условия преобладают, чековать сильную руку как бы можно, а если нет, то чековать лучше не надо. То есть сильную руку чековать часто бывает у себя дороже. Во-первых, не выиграешь только, сколько мог бы выиграть, а во-вторых, еще иногда тебя и перекупят. Поэтому есть лучше всегда ставить. И финальное соображение Коро. На самом деле, если вы пока еще не игрок профессионального класса, все, что вам нужно принимать во внимание, это первые две причины из списка. Первые две, я напомню, это увеличить банк и выиграть больше банк. И вторая причина, это надеюсь, что сразу заберу его прямо сейчас. После ставки никто не ответит. Остальные все причины, они встречаются реже и имеют меньшую ценность. И смысл этой статьи, знаете ли вы, зачем вы делаете ставку, и если вы просто будете делать паузу перед тем, как ловить себя за руку, хочу поставить, но давайте сам себе отвечу на вопрос, зачем, вы сразу увидите, какие с вашими денежными средствами начнут происходить чудеса. то есть, они будут увеличиваться, в каких-то случаях они будут не уменьшаться, когда вы могли бы ставить, но вы будете удерживать себя от этих бессмысленных проигрышей. А сейчас я хотел бы показать сюжет. У нас был сюжетик к этому уроку. Блайнды это обязательные ставки, которые делает каждый игрок, составляет 2000, большой блайнд, 1000, маленький. И обязательная ставка каждого из игроков, вне зависимости того, будет он принимать участие или нет, на настоящий момент антен составляет 200. И вот сразу мы видим два туза пришло. Два туза это, конечно же, самая крупная карта, которая может прийти в покере до флопа. То есть самая крупная комбинация. А у второго игрока, посмотрите, две девятки. Тоже сильная комбинация, но, безусловно, против двух тузов не имеет практически... Ну, вы видите, как мало шансов она имеет. Итальянец Деренс пошел в аллын, но у него и фишек немного. Ну, а Алан Смёрфид красуется браслетом WSOP, причем делает это на протяжении всего турнира. 49.700 у него. И игрок, у которого два туза, тоже пошел в аллын, то есть поставил все свои фишки, хотя мог просто доставить ставку итальянца для того, чтобы француз двумя девятками выкинул, потому что ему не нужно чтобы третий игрок тоже зашел в банк, чтобы ему вдруг не повезло и не пришла там его карта. То есть, таким образом Перо вынужден либо сделать серьезную ставку, либо просто выкинуть карту? Я, скорее всего, он выкинет. Да, он даже показывает. Паскаль Трипл Перо славен, собственно, в первую очередь начальными буквами своего имени, фамилии и второго имени тройное Пи. Вот, собственно, поэтому и такое продвище. Но он свои карты предсказуемо скинул. Ну и теперь, собственно, уже ставок-то никаких не будет. Нам остается дождаться первых трех карт. Открывается флоп. Ни одному из игроков ничего не дает. Но единственное, для Деренса возможен стрит, если придет дама. Или ему необходимо уже две одинаковых карты. Либо два короля, либо две десятки. Уже точно не будет ни того, ни другого. Так что только дама может спасти его в турнире. Нет. Приходит десятка. У итальянца пара десяток, которая значительно меньше. Ну, я хочу поблагодарить ассистента за совершенно прекрасный пример. Потому что смотрите, что произошло. Человек с маленьким стеком, король десять, двинул луны. Эти действия правильные. Но два туза посчитали, что те семнадцать процентов, которые были у девяток, лучше забрать сейчас сразу и не запускать его в этот банк дешево. То есть, получается, если бы они просто уравняли девяткам по шансам уже тоже коллировать, и мы, как видим, на стол сразу же пришла девятка. Да? Мне понравилась игра всех игроков. Король десять хорошо луны поставили, потому что там у него осталось шестнадцать тысяч фишек, а в банке достаточно много, просто он попал в тузыни, но не повезло. Игрок с тузами хорошо, что поставил луны, потому что если он сделает колл девяткам по шансам, а также это очень опасный будет колл, потому что оппонент понимает, что ему нет смысла делать только колл или лин, или фолт, что у него всего в стеке там сорок девять тысяч, он не может коллировать шестнадцать тысяч и выбрасывать на тот лин, потому что ему будет по шансам, поэтому он все правильно сделал и выиграл эту раздачу. Да, ну, то есть, если он задавал себе вот этот вопрос, один из которых просит задавать себе к Майк Каро, объясните, зачем вы делаете ставку? Он делал эту ставку для того, чтобы выбить девятки, то есть, ну, либо выбить, либо оставить, но заставить платить за те карты, которые он хочет увидеть. Вот, и получилось очень удачно, как раз он защитился от вот этого высота девяток, который получился на флоте. Вот, это, мне кажется, очень-очень важно. Возможно, мы сыграем после кофе-брейка, пока приготовятся, а пока я предлагаю разобрать задачки. Наша рука два валета, мы играем на улиминт кэш 10 человек с позицией на большом блайнде. Игра тайтово-агрессивная, блайнда 1-2. Вильстон спасал до маленького блайнда, который поставил стандартный рейс в три больших блайндах. Вы сыграли кол. На флоте пришло даму 5-7, маленький блайнд поставил 10, вы решили соответствовать именду до этого игрока и просто заколировали. На тернии пришла восьмерка. Маленький блайнд поставил 22, при банке 32. Что делать? Пас, кол, небольшой рейс или большой рейс? У меня карты не такие сильные, так что я не знала мне 42. У него может быть дама есть просто. Ну, ладно, 42 доллара бы поставила. 44, да? 44, да. Ага, Саша. Я считаю, что в этой ситуации, думаю, мы бьем противника или оверпара, или дама, или блеф. Мы бьем только блеф. Если он ставит, то думаю, здесь, наверное, следует спасывать. Я бы, наверное, согласился с Сашей. Тоже пасовал. Выкинули два валета, да? Ну, мне кажется, тоже, что... После того, как я видел ваш валет 6, когда на флопе три бомбны, это два валета. Позвольте усомниться, но, может быть... Нет, я бы пасовал. Хорошо, это прекрасно. Мне кажется, что... Сама способность иногда пасовать, это значит, что мы уже что-то достигли. Мне кажется, он сидит или с дамой, или тоже с какой-то парой. Думаю, именно в этой ситуации колл, потому что я сразу посчитал все факторы, слова здесь. Во-первых, это война блайндов, когда малый блайнд и большой блайнд. Потом я бы еще при флопе делал рейз на вальтах, потому что это очень сильная карта на большом блайнде. Если уже сделали колл, то тогда на флопе мы обязаны делать колл 10 долларов. Потом оппонентно терни снова поставил бы, а то, возможно, нам поставил среднюю пару, там 5-6, 5-2, 5-король, и решил еще сделать иноплодорную ставку, выбирать нам ту среднюю пару. Потом я сделал еще один колл, и уже на ривере он, скорее всего, сыграет чек. Я думаю, карта 2 в это слишком сильно, чтобы здесь выбрасывать против малого блайнда. Я думаю, стоит разыгрывать более агрессивный, агрессивнее при флопе, если уже сделали колл, то играть от защиты. Ну, да, я согласен. Слишком усиленно, конечно, выбрасывать. Лучше, чем валет 6, однозначно. Посмотрим, что думал составитель задачи. Ответ. Явно пришло время понять, где мы находимся. Более безопасная карта на терне, возможно, еще бы позволила вам сыграть простым коллом, но она принесла на стол такое количество дро, что вы уже не можете позволить сопернику доехать на какой-нибудь совершенно безумной руке. Рейс в данном случае не только собирает информацию, но также он соберет вам больше денег, если вы впереди. Или сэкономит денег при шоудауне, если вы окажетесь позади. Ставить нужно, как он считает, около 79 и готовиться к чеку на ривере, если вас заколируют. Я права была? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Я лучше сыграю колл и покажу, что у меня довольно сильная карта, чтобы ее превращать в блеск. Мне тоже кажется как-то. Мне больше нравится колл, потому что я по-прежнему не понимаю, где нахожусь. По теории рейс, я права. Ну что, спасибо. У нас кофе-брейк. Продолжение следует... Египет. Шармальд Шейф. С 13 по 20 сентября. Red Sea Cup 2009. Покер-клаб менеджмент и телеканал ProPoker представляют выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009. Условия участия на сайте tvpropoker.com Ну что, серьезная игра. Мы сейчас начнем с того, что мы разыграем баттон. Старшая карта будет баттон. Блайнды будут 5-10. Будем играть No Limit. Валет. И каждый раз мы будем объяснять, почему мы делаем ставку. Ну, естественно, не сразу, а после окончания раздачи. Ну, чтобы игра игрой, а чтобы у нас не терялся смысл наших занятий. Я пас. 25. Рейсин. 25 кол. Пас. Добавили на 15. В банке 3 игрока. Там Макс сказал чек. 45. Окей. Можно 50 бросить, я дам 5 сдачи. И тоже кол. Макс сказал чек. Саша сказал чек. Чек. Катя тоже сказал чек. Последняя карта. Ривер. 275. Такой овербет в банке 215. Это Макс поставил, а? Макс поставил 275. Окей. Саша. Тоже ставит 275. Сейчас, одну секунду. Я пас. Пас. Открывайте, пожалуйста. Посмотрите, да. У Макса Натс. Самая лучшая возможная рука. У Саши прекрасная рука. Три девятки. Значит. Ну что я могу сказать? Они дали мне вскрыть по шансам. Это, наверное, была ошибка. Я просто добавил 45 и поймал свой стрейт. Если бы поставили больше, я бы сразу выбросил и поймал свою девятку. Я думаю, вот смотрите. У меня стрейт не было. У вас не было? Нет. Но у вас была самая старшая пара. Нет. Но у него, смотрите, три девятки. Это больше. Ну ее же еще не было. У него же было две девятки. Вы давайте смотреть. Да, но он еще играл. Давайте смотреть нашу карту на флопе. У него пара. Он сказал рейс. Вы заплатили. Для чего? Чтобы увидеть или валет, или десятку на столе. Увидели. Он поставил ставку 25. А или это было до флопа, да? На флопе он поставил 45. Да. Вот как раз, мне кажется, можно было бы поставить побольше. Или 90. Или 135. Что-нибудь такое. Макс бы точно выкинул. Потому что он не будет покупать живот. Тем более уже обед, рейс, там все, что хочешь, может быть. Вот он пас. Так все ясно. Саша, наверное, чек. Ой, в смысле кол. Либо выкинул сразу за подвозь десятку. Он не получил десятку здесь. Сказал чек. Вы дали полный банк. И ему уже за девяткой за своей дорого ходить. Их всего две в колоде. Так он купил бесплатно. Ну, скажем, если он бы пошел, он бы выиграл. Если он пошел, он бы выиграл. У вас было шанс забрать этот банк, пока вы были самые сильные. Окей. Ну, я струсила, да? Струсила я. Окей. Ничего. Больше трусовать не буду. Катя, передайте, пожалуйста, баттон налево. Сейчас я поставлю большой блэнт. 10 для того, чтобы уравнять слово. Получается. Раз. Я пас. А, у меня ставит, да? Ну, если хотите. 55 я равна. 10 забрать. Пас. Стали самые смелые, которые не трусят. Нет, это раз. Чек. Чек. Чек, чек. 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 150. 150, да? Окей. All right. Я вижу, что ты делаешь. Обычно, когда Макс это делает, у него хорошие карты. Да? Я сам. Не, я как-то уже поняла, как он играет. Ну, может, он плефует. Сколько он поставил? 150. 150. 150, да? Fine. А у вас есть черненькая и две зелененькие. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей. Ну, спасибо. Ага. Все, можно открывать. Макс, открывай. Пусть дам. Я не хочу открывать. Плефануло. Ну, да. На самом деле, я считаю, что Макс с первой руки не стал бы ставить на карте хуже, чем Туз-8. То есть, у него либо какая-то есть парочка своя, и тогда у него две пары. Допустим, две девятки, две там шестерки или тройки. Ну, неважно какая-то. Да. Если у него есть Туз, который вы скрываете, вдруг у него Туза нет, то у него, скорее всего, Туз лучше, чем Туз-8. Туз-валет, Туз-дама, Туз-король. Я бы просто хотела еще один раз его проверить. Я бы показал это выбросить. Не, не, ну, просто как иногда, может, ты хочешь плефануло. Посмотрим, что мы выбросили. Это выбросил Володя. Правильно сделал. Это выбросил я. Я бы остался чеком, если бы Макс не стал повышать. Но когда он повысил, эту карту не заслуживает. Саша выбросил сразу. И тоже, видите, неважная карта. Все сыграли нормально. Может быть... Ну, кстати, у Кати интересно. Она в позиции. Туз-8 одномастный. Ну, я делал чек в надежде на блеф. Потому что я думаю, поставлю, если переставить, я обязан выбрасывать. Я играл чек-кол. И еще бы Торн, может быть, сыграл чек-кол. Потому что такая доска, мало кому зайдет. А на ривере я сделал овербет. Там понятно, что такой блеф-овербет никто делать не будет. Скорее всего, что-то добирает. И, очевиднее всего, Дамон. То есть, я хотел сказать... Смотрите, я не стал во время игры, конечно, вмешивать. Все-таки мы играем же на деньги. Не на поцелуи. То есть, когда он два раза сказал чек на флопе и на терни чек. Его карта примерно понятна. Туз-дама, туз-король, туз-валет. А он просто ждал, да? Нет, просто у него ничего нет пока. А, окей. И когда он дважды сказал чек, это уже слабость. И если вы ставите ставку размером в банк, он, скорее всего, должен выбросить. Либо он должен точно настроиться, что у вас ничего нет, и у него туз-дама старше. Поэтому, ну, двойной чек, это уже всегда практически слабость. Платить ему полный банк за шесть аутов, а у него три дамы, три туза ему дает, как бы. Тем более, тузы, он еще и не уверен, что выиграет. У вас же тоже туз. Если у вас туз-девять, то у вас фулл-хаус уже. Окей. Кстати говоря, я хотел вас спросить. Вы говорили, что гораздо лучше играете на чужие. Может быть, вам играть на чужие? Я, может, пейс. Давайте мне эту ставку. Кредит, по-честному слову. Только пальцы не отрубайте, и потом, ладно? Холодежь. Пас-пас. Я уравниваю. Ничего себе. Плюс 35. Мои слова. Я чек. 20. Да? Я пас. Коу-20. В банке 145. 125. Давайте, хотите, прокомментируем раздачу? У меня было 6-4. Вот. Здесь были... Ух ты! Все выкинули девятки. 9-3, 9-5. Здесь были король валет. А здесь был какой-нибудь король 6. Как обычно. Мое? Да, ваше все, забирайте. Спасибо. Хотите, смотрите, как вы говорите. Вот вы заплатили 20, 20 дали. И Саша стал выгодно по шансам. То есть он платит 20 за 125, которые уже в банке. Вот, десятка придет, у него стрит. А к тому же он еще подозревает, что у вас не обязательно туз. Может быть, дама. Тогда он еще королев может выиграть. Вот еще может прийти треф, и у него масса возможностей. Да? А Бэтна Терни мне понравился, скорее всего. Потому что Саша сделал только колл 20. Понятно, он бы переставлял, скорее всего, хорошие карты. Но что-то среднее. Она сразу поставила очень много. Он даже может выбрать и средний пар. Но здесь, если она поставила флоп, Торн, думаю, вполне хороший сток. Мы, наоборот, хотим изучить покер как математическую его основу. Какие руки лучше? Какие шансы у тех рук, которые хуже, но могут догнать? Выгодно или невыгодно? В этом смысл наших занятий. Блифовать не так трудно. Поэтому многие начинающие игроки блифуют, но, как правило, быстро проигрывают. 5-10. Быстро вскрывает. Ну, я не блифанула, я ждала стрейк. Я не я ждала стрейк. Какой? Какой ты, какой стрейк? Ну, у меня там было 6-7, я восьмерку ждала. 6 король был. Там были ту, дама. Ну, я случайно блифанула. Я не знала, что я блифанула. Видите, как я играю. Как вчера. Рейс 20. 60. Рейс. 60? Да. Есть еще пас. И вечно же играть. Какая касса у меня. Так, мы соберем. А кто остался? Только вы? Мы остались вдвоем в свободе. А, окей. Ваше слово. Чек. 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 25. 25. Чек. Чек. Ну, чек. Не буду делать удар по воздуху. Открывайте. Когда две дамы. Я делал рейс всегда на столе. Не только туз, но и король. Ну, проходили, помните, урок удар по воздуху? То есть я считаю, что заплатит мне, скорее всего, рука, которая старше меня. Вот. И я совершенно не знаю, допустим, вы могли коллировать на короле. Вот. А когда пришел король Чеканодли в надежде сделать чек-рейс, а поскольку я не держу чек-рейс, я предпочитаю не добирать, а честно выиграть то, что уже, может быть, принадлежит мне, но меня могут выблифовать. То есть вы же можете как с королем, так и без короля просто сыграть, как бы, на блефе. И тогда мне нужно будет выкинуть. Я думаю, на Тернине не обязательно было отвечать на 6-7, потому что, если у вас не было карты, вы, скорее всего, на флопе поставили continue best. Если бы там, например, был дама валет или там 9-10, вы сделали чек, это означает, что у вас есть какая-то пара, возможно, даже slow play туза. Туза короля тоже. Да, или король валет, там, средняя пара, десятки, поставили такую ставку небольшую, скорее всего, добираете что-то. Я думаю, можно сразу выбрать 6-7 пас, потому что это, скорее всего, не блеф. Да, слишком она, как бы, слабенькая. Ну, если вы идете за второй парой, надеетесь выиграть вот туза, то, может быть, вы уже играете против... И смотрите, обратите внимание, я же не просто рейс делал, я делал ререйс. То есть, рейс поставили вы, а я сыграл ререйс. То есть, у меня уже даже не король валет. Я на король валет ререйс не играю, ну, чтобы не потерять репутацию. То есть, у меня либо туз король, либо какая-то пара, там, тузы, короли, дамы, валеты, может быть. Вот, поэтому вот все, что открылось, все вас бьет. Поэтому даже вам вторая пара здесь может не помочь, но лучше пас. На самом деле, мои 25, это даже не доборная ставка, а такой блокинг-бет. Я все еще не понимаю, может быть, против слабого, там, туза, даже против короля игра. Я хочу предотвратить большую ставку на ривере. У вас что было, Катя? А? Какая карта у вас была? А, 4-2. 4-2. Ну, 4-2, правильный пас. Я все равно же раздумывала, надо влезать, как обычно. Не, я вообще как-то понимаю, как... У вас пятачок, Катя. Заметили, как только мы стали играть, все-таки на какие-то кровные рубли, мы уже по 25 тысяч не бросаем. Ну, я же вчера об этом и говорил, что все поменяется. Акол. И сейчас, в зависимости от того, что Саша сделает, или уравнивать, или пасовать, или увеличивать. 40. Ставка 40. 40. Вам или пас, или 35 добавить, или рейс 80. Минимум 80. Да. Нет, еще пятачок, конечно. А. Чтобы 40 было, еще 5. Кол. 5, да? Окей. Угу. Тоже кол. И первое слово, Катя. О. Окей. А. 75. Пас. 300. Рейс. нет сейчас вы не можете поменять не вы может вы играете только фишками которые у вас есть а менять вы можете только между сдачей поэтому у вас ну там примерно к чуть меньше даже до 300 до тяжелое решение сейчас вы должны чуть сказать чек далеко не убирайте открывать карта тут стрельфы девятка откройте сказать будет интересно о чем поговорить девятка и четверка две пары король никому не помог девятка четверка выиграть можно ваши карты открыть чтобы прокомментировать а когда пришел валер пришел трифовый я просто смотрел на него что он так уверенно уже даже не дождавшись ничьих решений двинул все ну катя кати как обычно катя как выходили на рейс с такой карты девять четыре там же был рейс до флопа а 40 у нас не как попрятка как обычно не но я просто просто попрятка я я я видела у меня две пары сразу потому что подождите как вы могли видеть две пары сразу если у вас всего две карты если у меня бы было как как 3 или но поменьше как это как 2 и 4 последний раз я испугалась потому что я вижу все одинаковые мосты и я немножко так подумал подожди ты немножко вперед скачу вопрос про то как вы платили 40 когда у вас было только девять четыре инстинкта материнский ну что хорошо спасибо сегодня закончим начнем следующему на следующем занятии продолжим пойдем зализывать раны